Как открыть своё дело, реализовать новый проект и стать успешным предпринимателем? Во Владимире прошёл деловой форум «Новые формы жизни бизнеса». Это первый практически форум для предпринимателей во Владимире. Его уникальность в том, что в качестве экспертов выступают не федеральные гости, а сами владимирцы, которые уже добились успеха и теперь делятся опытом. Главный посыл – о развитии бизнеса надо думать постоянно. Потому что если вы расслабитесь буквально на секунду или же вы подумаете, что вы всего достигли, то ваш бизнес начнёт рушиться. Это очень важно понимать, особенно в сегодняшний день. Нас очень часто спрашивали при подготовке этого форума и предлагали, чтобы мы привезли федеральных экспертов. Как мы понимаем, их достаточно много. Но мы считаем, что у нас на Владимирской земле есть уникальные руководители, которые владеют такими же уникальными инструментами управления бизнесом. И сегодня они к нам пришли и делятся своим опытом. На протяжении шести часов это большая, мощная, практическая площадка, где предприниматели общаются друг с другом в живом диалоге и перенимают успешный опыт. Дискуссии проходили по двум направлениям. На центральной площадке собрались действующие предприниматели. Они обсуждали перспективные инструменты развития бизнеса. Участники молодёжной площадки – ребята, которые имеют бизнес-идею и уже готовы делать реальные шаги для её воплощения. Здесь они презентовали свои проекты и получали советы от экспертов. Я хочу, чтобы от сегодняшнего мероприятия забрали максимум. И каждый из вас должен подойти к нам с идеей. И, как уже говорили до меня, спикера, донести её максимально быстро и понятно. Без воды. Пожелание к вам – будьте открытыми к тому, что мы вам говорим. Мы здесь искренне хотим действительно вам помочь. На то, чтобы провести так называемую лифтовую презентацию своей идеи, у молодых людей было всего полторы минуты. При этом донести смысл проекта надо было поочерёдно нескольким экспертам. Участники форума признавались – такой формат был для них необычен, а некоторые идеи после общения с экспертами пришлось переосмыслить. Необычные не только для нашей области, а вообще для русского менталитета. То есть это такое перекрёстное общение, очень динамичное, очень быстрое. Оно заставляет быстро думать, быстро меняться и быстро переставить свою идею. На самом деле это очень полезная площадка, особенно для начинающих предпринимателей, которые хотят открыть своё дело. Потому что есть возможность пообщаться с теми, кто уже шишки набил, и перенять у них какой-то опыт. В работе форума приняли участие более ста молодых людей, которые представили 53 бизнес-проекта. В региональном отделении опоры России надеются, что большинство из заявленных идей реализуется. Татьяна Гордела, Виталий Сергеев, Губерния, 33. Редактор субтитров А.Семкин